Отдаленный уголок, некогда хорошо развивающийся поселок-строитель, в котором жили в основном работники близлежащих предприятий, вновь идет к своему возрождению. Местные жители вместе с властью Рязани стараются восстановить сквер, который был здесь еще при создании строителя. Когда-то его, можно сказать, куратором было химволокно. Сегодня предприятия уже нет, сквер также потускнел. И местным жителям это совсем не нравится. В этом году мы планируем санитарную очистку и обрубку 17 деревьев, аварийных именно, неживые деревья мы не трогаем. Дорожки и лавочки. А в следующем году, возможно, если мы опять на конкурс попадем, планируется освещение, может быть, мафы какие-то добавим. Оборудование какое-то детское там, либо лазилки какие-то, фонтаны, все что угодно. Эта зеленая зона сейчас выглядит как чаще, но работы уже начались. Сквер закрывает дома от проезжей части и должен стать тихой гаванью для детей, взрослых и пожилых людей. Проект сквера рисовали сами местные жители по сути от руки. Затем обратились к властям со своим предложением, ведь по опыту прошлого года жители-строители поняли, что программа поддержки местных инициатив работает. В том году здесь была возведена прекрасная детская площадка общей суммой в 2,5 миллиона рублей. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Парк – это муниципальная земля. Соответственно, за муниципальную землю ответственный город. Это управление благоустройством, это дирекция благоустройства и так далее. Он будет поставлен на баланс, и, соответственно, они будут следить за благоустройством и, соответственно, уборкой территории. Знаю, что прекрасно, что это проблематично. Бюджет у нас, я как депутат знаю, бюджет у нас сложный. С каждым годом все сложнее, с учетом и эпидемиологической обстановки. Но мы стараемся, надеемся, что вот еще одна зеленая зона, которая появится на территории города Рязани, также будет вовлечена в процесс озеленения, в процесс уборки и вообще в процесс жизнедеятельности. На следующий год здесь установят освещение. Кое-где дополнительно озеленят. В этом году будет выполнена максимально трудоемкая и финансово затратная часть работы. Многие местные жители выражают благодарность за такую поддержку. Поблагодарить, конечно, администрацию за то, что вообще существуют такие проекты губернатора за выделение средств. Потому что давно к нам в строители никакие средства не заходили. Вот уже 5 миллионов мы зашли. И обязательно Светлану Евгеньевну Варнакову. Она наш депутат. Она очень нам во всем помогает. Без нее мы никуда. Стоит сказать, что под надзором Светланы Варнаковой весьма большая территория. И это далеко не единственный проект, который реализуется в данный момент. Четыре местные инициативы. Одна из них, в которой мы здесь находимся, вот здесь в поселке Строители, это Сквер. Затем у нас поселок Шлаковый. Это дорожка к детскому саду. Местная инициатива. Тоже практически порядка 2 миллионов проектов. Следующий у нас на Есенино 43 школа. Дорога к школе. Тоже местная инициатива. Мы в этом году будем делать. Тоже практически более 2 миллионов проект. И мы делаем в поселке Неукуличи замечательную еще одну местную инициативу. Дорогу. Третий нефтезаводской проект. Глядя на расчистку этой чаще, местные жители очень надеются, что поселок Строитель вновь станет отдельным раем для жизни. Ведь здесь есть все для хорошей жизни. Своя школа искусств, больница, школа, два детских садика. Теперь появится и уютный сквер. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».